Вот уже прошел целый год с того момента, как официально вышла игра под названием Genshin Impact и какие выводы можно сделать за столь длительное время. Но по итогу эта ничем не примечательная игра, как кажется на первый взгляд, стала самой прибыльной игрой в истории за первый год после её выпуска. Именно поэтому я считаю, что Genshin достоин нашего внимания. Ола Амиго, с нас в связи Матвей и да, как вы могли понять, то сейчас пойдёт речь про всеми известную игру под названием Genshin Impact. И сегодня в этом видео я бы хотел сделать некий обзор на эту игру спустя год после её выпуска, дать своё личное мнение, сделать объективную оценку игры, порекомендовать её вам, ну и наконец-таки разобраться, реально ли это шедевр современного геймдефа или очередная мобильная донатная помойка. Спойлер, фанаты Genshin Impact можете радоваться, потому что в этом видео я буду только хвалить эту игру. Ну а если вы хейтер этой игры, то приготовьтесь, сейчас я поменяю ваше мнение раз и навсегда. Да и вообще, листая YouTube, я не смог найти ни одного нормального обзора на эту игру, поэтому ловите вот такой вот ролик. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале и ты так же, как и я, фанат мобильных технологий, то обязательно оформляй подписку. Здесь ты сможешь найти обзоры на различные мобильные игры, телефоны, новости, в общем, всё, как ты любишь. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим роликом, тем выше твой шанс попасть в следующее видео, поэтому спам разрешён. Надеюсь, мы друг друга поняли, не хочу долго затягивать, поэтому давайте, наконец-таки, трезво оценим Genshin Impact спустя год после его выхода. Стоит ли эта игра вашего внимания или это очередная донатная помойка? И начнём, пожалуй, с моей истории знакомства с этой игрой. Вообще, о выходе Genshin я узнал где-то за месяц до его появления, так как на тот момент какой-то из подписчиков мне об этом сообщил и попросил обзор, но тогда я был обычным глупым вратнайтером, поэтому просто проигнорил эту новость. И всё это время, включительно до сентября этого года, я толком-то и не играл в Genshin. Да, были моменты, когда я сталкивался с игрой, например, когда я снимал обзор на iPhone 12 Pro Max, мне нужно было потестить его в плане игр. Ну или в школе, под натиском одноклассников, мне приходилось скачивать Genshin, ну, конечно же, потом я его сразу удалял. И, честно говоря, зря, зря, что я начал играть в эту игру так поздно. Я играл в Genshin буквально весь октябрь 2021 года и могу точно сказать, что эта игра заслуживает вашего внимания. Сейчас у меня в Genshin уже 20 ранг, больше 10 персонажей, в общем, я не позер, можете верить всем словам в этом видео. В общем, с этим мы разобрались и первое, что я хочу обсудить, это сама концепция игры. Вроде как это RPG-бродилка с открытым миром, где ты можешь путешествовать, попутно выполняя всякие квесты, задания, ну и так далее. Есть основная сюжетная линия, которую ты можешь проходить, и много всяких других побочных заданий, которые вытекают из твоего геймплея. Ну и еще возможности выполнять задания и прокачивать своего игрового персонажа, также будут увеличиваться в связи с увеличением твоего игрового ранга. Ранг в Genshin это типа игрового уровня, который ты можешь пополнять, выполняя различные задания, открывая сундуки, которые разбросаны абсолютно по всей карте, убивая боссов, ну и все тип того. Ну и чем ранг выше, тем больше возможностей, тем интереснее играть. В общем, всем вышесказанным я хочу вам донести, что если вы реально хотите насладиться Genshin, то играть в него вам нужно не один, не два, не три часа, а не менее месяца. Просто подобные игры быстро не играются, вам нужно время для того, чтобы вникнуть в сюжет, понять механику игры, исследовать всю карту. А кстати, игровая карта в Genshin Impact просто нереальных размеров, до такой степени, что там повсюду стоят точки телепортации. В общем, Genshin Impact это та самая игра, играя в которую вы можете спокойно расслабиться. Следующее, что мы обсудим, так это качество картинки, графика, ну и все подобное. Ой, ну в этом плане Genshin я ставлю 100 из 10, потому что графика там просто великолепная. Даже если поставить все самые низкие настройки графики, игра этим хуже не станет. Великолепная прорисовка не только карты, не только ландшафта, но и вообще всех игровых персонажей, вообще всего, что есть в этой игре. Даже не обращая внимания на то, что эта игра выполнена в аниме стиле, она и без этого прекрасна. Хотя да, в основном Genshin вывозит только за счет своей милости, то что все выполнено в стиле аниме, и от этого тащатся маленькие девочки и большие мальчики. В общем, ребят, вы меня поняли. Грубо говоря, NSF контента по этой игре достаточно, поэтому вы скучать не будете. Насчет игровой физики могу сказать абсолютно все то же самое. Все, абсолютно все выполнено до мелочей на высшем уровне. Механика лазания по всему, чему только можно, не только по скалам и деревам, механика плавания, механика бега, механика полета. Все там есть и проработано до самых мелочей. Вот, ребят, кто не играл в Genshin, вы можете мне не поверить, но в Genshin Impact вообще я ни разу за месяц игры не встретил ни одного бага. И масло в огонь добавляет тот факт, что в Genshin Impact просто нереально гигантская карта. И вот представьте, что вся эта карта проделана и продумана до самых мелочей. Как по мне, то встретить баг в Genshin это шанс один к тысяче, если не один к миллиону. И вот даже несмотря на геймплей, сюжет, всю эту гигантскую карту в эту игру просто визуально приятно играть. Даже на самых низких настройках графики в 30 фпс Genshin Impact выглядит намного лучше, чем, например, тот же самый Fortnite на самых высоких настройках графики в 120 фпс. И вот именно на этом моменте мы и подходим к теме оптимизации этой игры. Не знаю, что вы еще ожидали услышать, но у Genshin просто великолепная оптимизация, при этом как и на компьютерах, так и на телефонах, при этом и на iOS, и на Android. Не, ну конечно же, если у тебя iPhone 6 или какой-нибудь Xiaomi с 3 гигабайтами оперативки, то, конечно, Genshin ты поиграть не сможешь. Но если у тебя нормальный телефон для нашего времени, то Genshin будет у тебя идти просто великолепно. Например, у меня iPhone 11 Pro Max, и я спокойно играю в Genshin при полном заряде батареи целых 4 часа без перерыва, и все это на стандартных настройках. Насчет компьютеров я не знаю, потому что просто на нем не играл в эту игру. Да и не вижу надобности, если она уж так хорошо идет на моем телефоне. Короче, ладно, надеюсь, с этим мы разобрались, и теперь перейдем к самой интересной части обзора на Genshin Impact, а именно донат и как он влияет на игру. Донат в Genshin определенно есть, и сейчас постараюсь вкратце объяснить, на чем он основывается. Понимаете, в Genshin есть большое количество игровых персонажей, которые привязаны к одной из шести стихий. И каждый персонаж имеет свою уникальную кастомизацию в виде перков или, конечно же, в виде оружия. Но какие-то перки, оружия и персонажей ты можешь спокойно получить в ходе прохождения сюжетной линии. А другие открывая исключительно молитвы. Да, молитвы в Genshin это что-то типа обычных кейсов. Ну и грубо говоря, ты просто открываешь эти молитвы-кейсы, и тебе выпадают разные крутые персонажи, оружие, перки, ну и так далее. И именно эти молитвы ты можешь покупать в Genshin Impact. То есть, грубо говоря, донат завязан только на открытии неких кейсов. Ну и сейчас вы тут скажете типа, ууу, всё, ясно, донатная помойка, там кейсы нужно покупать и открывать, выбивать невозможных персонажей и так далее. А я вам скажу, что нет, это далеко не так. Хочу заметить, что эти же молитвы ты можешь спокойно нафармить достаточное количество в одиночку, абсолютно без доната. Ну и шансы того, что из этих молитв тебе выпадет что-то крутое, тоже достаточно высоки. Да и более того, разработчики официально заявляют, что на определенное количество открытия молитв у них есть гарант на конкретных персонажей. Поэтому, если ты откроешь условные 50 кейсов, то тебе по-любому выпадут все персонажи, которых ты вообще можешь выбить из этих же кейсов. Вот, например, все мои персонажи в Genshin, и я играл без задротства на протяжении одного месяца. К вашему сведению, первую легендарку я выбил всего лишь с третьей молитвы, ну а вторую где-то, наверное, седьмой. В общем, можно сделать вывод, что да, конечно же, в Genshin донатят и донатят много, иначе эта игра бы не стала самой прибыльной за первый год после ее выпуска. Genshin донатят исключительно фанаты игры, а так как игра сама по себе является милой, красивой и с хорошим сюжетом, то и фанатов у этой игры много, и, соответственно, много прибыли, вроде логично. А если вы хотите спокойную, казуальную игру, как, например, у меня, то здесь также можно без задротства добиться хороших результатов. Получается, что донат в Genshin Impact полностью оправдан, и при этом он никак не влияет на вашу игру. Вот, например, для сравнения возьмите тех же самых Ubisoft с их Ассасином и Genshin Impact. Мало того, что сам по себе Ассасин стоит несколько тысяч рублей, так он еще и пойдет только на компьютерах от 50 тысяч рублей. Более того, в Ассасине есть внутриигровые транзакции, так еще какие дорогие! Ну и теперь можно смело сделать вывод, что Genshin Impact это игра и на компьютеры, и на телефоны, с гигантским, открытым, красивым миром, проработанным до самых мелочей, с крутым сюжетом, красивыми персонажами и великолепной оптимизацией на все устройства, так еще и с онлайн-игрой. И все это забесплатно! Думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений, что Genshin Impact это лучшее произведение геймдефа, наверное, за последние года-два. И в принципе, после всего этого я что-то не удивлен, что она стала самой прибыльной игрой спустя год выпуска. Вроде как, все справедливо. Ну и на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было вам интересно, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет и играете ли вы в эту игру. А если, кстати, играете, то похвастайтесь своим рангом приключений, было бы интересно узнать. Ну а если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «Пайман». Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста-луэго!